Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня слышно. Если слышно, то поставьте, пожалуйста, огонечек. Ага, спасибо. Огонечки побежали. Значит, у нас все хорошо со связью и можно приступить к сегодняшней нашей встрече. Тема сегодняшнего моего выступления звучит как «Акции, фестивали, марафоны и сетевые проекты в библиотеке». Сегодня будет речь не только о кнопочках, как кто-то из моих слушателей выразился, поскольку большинство вебинаров у меня именно про кнопочки, про то, про сервисы, про то, на что надо нажать, чтобы что-то создать. Сегодня такой более широкий вебинар. Поговорим не только про кнопочки, но и вообще в целом о комплексных формах работы, которые сейчас очень популярны в библиотеках. Пытаемся, во-первых, разобраться, чем они друг от друга отличаются. Посмотрим, как их можно проводить и оффлайн, и прежде всего обратим внимание на то, как эти формы перекочевали в сеть и как они реализуются в сети. Посмотрим мы на примере работы социальных групп, поскольку сейчас наибольшая активность, я думаю, вы со мной согласитесь, происходит как раз в библиотечных группах, общение с читателями, с пользователями. Именно там весь библиот, движ сосредоточен. Поэтому вот посмотрим, как все эти формы работы приживаются в сети интернет. И, может быть, какие-то идеи вы подхватите из моего рассказа, а может быть, предложите что-то свое. Поэтому я на обратную связь очень рассчитываю. Если у вас есть интересные идеи, или они по ходу у вас родятся, или, может быть, вы какую-то такую интересную задумку свою уже реализовали, то вы можете или ссылочку отправить в чат, или в нескольких словах поделиться своими мыслями, и замечаниями, и предложениями. Ну вот, небольшое вступительное слово закончилось. Теперь давайте начнем. Вот в том порядке, в каком у меня все здесь заявлено, на вступительном слайде, вот в таком порядке мы и пойдем. А от простого к сложному. Я их расположила. Итак, начнем с библиотечной акции. В переводе с латинского это действия, направленные на достижение какой-либо цели. От других форм массовой работы акция отличает, прежде всего, ее яркость и необычность. То есть это какое-то очень необычное, выдающееся мероприятие, которое привлекает к себе внимание. Во-вторых, это, как правило, что-то комплексное. То есть это может состоять из нескольких мероприятий, из нескольких маленьких каких-то фрагментов, объединенные общей тематикой. Далее. Акция, она относительно краткосрочная, но тут главное слово «относительная». То есть эта акция может распространяться на несколько часов или там вообще на один час, например, флешмоб какой-нибудь провести книжный. А может продолжаться и месяц, в зависимости от целей, которые ставят организаторы. Поэтому я слово «относительная» тут дополнила. Не обязательно она должна укладываться в один день, допустим. У акции должен быть какой-то конкретный результат. То есть что-то в итоге должно получиться. Либо это в цифрах как-то выражается, либо это в качестве выражается. То есть вы привлекли читателей в библиотеку, выдали там определенное количество книг, стало больше читателей, больше книг о выдаче. А может быть читатели что-то создали интересное, или вы какую-то интересную совместную деятельность с ними провели. Ну вот такие результаты я имею в виду. Ну и новизна акций. Акция всегда должна чем-то удивлять, но хоть чуть-чуть. Потому что в библиотеках, я знаю, проводятся акции, которые уже стали традиционными. Например, акция «Огню победы», «Огню защитника Отечества», еще какие-то такие мероприятия. Но если из года в год одно и то же повторять, одно и то же содержимое я имею в виду, то, естественно, новизна притупляется, она уже не так будет интересна, эта акция. Поэтому вот каждый год, даже если она акция традиционная, приходится в нее вкладывать все новое и новое содержание. Вот если о теории, что такое акция, вот я бы такие выявила отличительные признаки. Перед тем, как, собственно, провернуть эту самую акцию, нам приходится проанализировать все свои ресурсы, посмотреть, можем ли мы своими силами это организовать. Как правило, если мы хотим яркого, грандиозного и масштабного результата, то приходится привлекать партнеров, средства массовой информации. Да, если для первокурсников, да, если у вас каждый год приходят новые группы, и вы проводите такие адресные мероприятия, то да, если у вас каждый год новый первый курс, то, естественно, для них. А если вы работаете, допустим, не в школьной, не в вузовской библиотеке, а в обычной, в городской, где у вас постоянный контингент читателей, то, естественно, каждый год одна и та же акция. Ну, им уже не захочется в ней участвовать еще и еще раз. Иногда в акциях используется соревновательность. Это не обязательно, но какие-то конкурсы, викторины туда подключать можно для того, чтобы активизировать участников. Ну, и, естественно, результаты этих акций хорошо бы как-то демонстрировать. Я сегодня немножко из своего опыта расскажу, как мы демонстрировали результаты акций, покажу, как это сделать с помощью информационных технологий. Ну, пойдем дальше. Все, что я сказала, пожалуй, вот на этом слайде изложено, я чуть-чуть поторопилась. Хорошо бы, если вы хотите масштабную акцию, чтобы были привлечены СМИ с рекламой, партнеры, а еще лучше спонсоры, для того, чтобы можно было поощрить участников этой акции. Но это вот в идеале все. На самом деле, иногда в локальной библиотеке, в отдельно взятой, иногда приходится рассчитывать только на себя. Если говорить о грандиозных акциях, то наверняка многие из вас будут участвовать в самой известной акции «Библионочь», которая у нас каждый год проходит. Это вот тот самый пример традиционной акции, которая вроде как проходит каждый год, но вы, наверное, согласитесь, что каждый год приходится придумывать что-то новое. И тематика «Библионочи» меняется, и участники другие, и какие-то, может быть, событийка тоже меняется. Ну, хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть в этой акции должно быть что-то иначе, чтобы одна отличалась от другой. В этом году она 11 раз у нас проходит, 28 мая. Ну, рассказывать не буду, про эту акцию наверняка все знают, и многие в ней участвуют. Это мероприятие, которое подключает в себя все форматы всевозможные, и онлайн, и оффлайн, и встречи с писателями, и чтения, и ярмарки, и разные игры, викторины, и концерты, и все что угодно. Ну, про нее вы знаете, а вот про такую, например, знаете ли вы, что совсем недавно, ну как, в прошлом году, в конце прошлого года проходила Всероссийская библиотечная акция касательно вот как раз информационных технологий «Молодежная неделя цифровых технологий». она называлась, инициатором ее стала Российская государственная библиотека для молодежи. Они очень оригинально придумали ее стартовать. Старт приурочен к Всемирному дню информации, это 26 ноября, а завершился во Всемирный день компьютерной грамотности. Эта акция завершилась, это 2 декабря. Они так в неделю уложились. Был это масштабный проект, более тысячи библиотек участвовали. Если вы участвовали, напишите, как вам в этом поучаствовать было. Масштабный этот проект был первой акцией, это первый раз проводилось. Смысл был знакомство с цифровыми технологиями. Надо было проводить разнообразные мероприятия для молодежи, для юношества в основном, которые объединены общей тематикой цифровых технологий. То есть рассказ о цифровых технологиях, викторины, какие-то игры, мастер-классы, привлечения сюда сотрудников IT-сферы, какие-то интервью, встречи и многое-многое другое. Вот такая совсем недавно прошла акция. Довольно интересна, тем более, что демонстрировать результаты всего этого будут совсем скоро. На РБА, которая сейчас началась в Нижнем Новгороде, будут подведены итоги этой акции и награждены лучшие библиотеки-участницы. Как их выявили, библиотеки посылали отчеты о своих мероприятиях, на их основе выявили лучшие мероприятия, ну и вот участников-победителей наградят совсем скоро на РБА. Я так понимаю, что у нас станет традиционной, поскольку опыт довольно удачный был. Будем ждать в этом году. Возможно, она продолжится, и, собственно, любая библиотека может принять в ней участие. Если вам нравится эта идея, и вообще вот тема с информационными технологиями, можно поучаствовать. А что еще? Если библиотека маленькая, и в масштабных таких мероприятиях участвовать сложно, ресурсов не хватает, и много разных других проблем, то можно проводить свои локальные акции, и, собственно, эти библиотеки сейчас и занимаются. Ну, например, акции можно проводить к юбилейным литературным датам. Можно сразу объять несколько юбиляров, например, писатели-юбиляры, поэты-юбиляры, целый список. А можно проводить акции по творчеству какого-то одного писателя. Например, у нас была акция, читаем Константина Симонова к 100-летию этого поэта. Очень много акций, связанных со значимой календарной датой. 70-летие Победы, 75-летие Победы, там какие-то другие важные даты, может быть, связанные с юбилеями в вашей области, в ваших населенных пунктах. Как правило, несмотря на то, что эти акции немножко разные, но содержимое практически у всех этих акций очень похожее. То есть это проводятся какие-то просвязительские мероприятия, выставки, игры, викторины, громкие чтения или литературные чтения, может быть, какие-то конкурсы, буктрейлеров, например, или там фотографии каких-нибудь, какие-то письменные конкурсы, например, эссе написать, или что-то еще, отзыв, какую-нибудь рецензию. Вот таким образом это работает. Акции на основе читательских предпочтений, эти акции ориентированы прежде всего на то, ну, как это называлось в советское время, читатели рекомендуют читателю. То есть читатели делятся своими впечатлениями о любимых книгах. Ну, например, книга года, когда читатель выставляет на выставку свою любимую книгу, сопровождая ее аннотацией. И вот таким образом ее рекомендует. Причем, например, номинации можно придумать. Поскольку книг много, и все разные, вы же хотите наградить самых активных участников, то можно устроить вот эти читательские предпочтения по разным номинациям. Ну, например, книга года, которая понравилась 100%. Книга разочарования. Есть и такое. Антикнига. То есть ту, которую так и не смог дочитать до конца. Ну, это спорные, конечно, категории, но так или иначе, вот в опыте библиотек это я увидела. Книга для друга. То есть вот ту, которую вы действительно другу хотели бы порекомендовать. Книга для семейного чтения. Книга для детей. И многое-многое другое. История с подвешенной книгой, которая у меня тут в скобочках написана, она немножко уже подзабыта. Это давным-давно была идея. Ну, может быть, вы слышали о такой традиции подвешенного кофе. Это пошло из Няполя, где человек мог купить две чашечки кофе, одну выпить, а вторую оставить и сделать эту чашечку как подвешенной. Есть такая местная традиция, можно оплатить кофе тому, у кого нет денег на эту чашку кофе. Вот такую акцию сначала подхватили книжные магазины. Они предлагали две книги купить, одну для себя, вторую для детского дома. И потом купленные книги передавали в детский дом. И потом они перешли в библиотеку. Правда, идея немножко трансформировалась. Здесь принцип такой же. От участника требуется рецензия, какая-то рекомендуемая книга, он ее как будто бы подвешивает для чтения. Другие читатели приходят, знакомятся с рекомендацией. Если им понравилось, они эту книгу могут взять, почитать. В свою очередь оставляют свою рецензию для других. И вот таким кругооборот рецензий и читателей в природе происходит. Ну и напоследок я оставила рекламные акции и промо-акции «Приведи друга в библиотеку», «Запишись в библиотеку». Это все довольно известные вещи. В условиях пандемии про них забыли, но я думаю, если пандемия закончится, то, наверное, к ним скоро вернемся. Опять будем зазывать, приглашать в библиотеку проводить разные розыгрыши, подарков и призов для того, чтобы увеличить число наших читателей. Ну и теперь что насчет того, как представлять результаты акции. Я вам ссылочки кину разные в чат, вы можете посмотреть, ну и на скриншотах у меня, собственно говоря, результат. Акция у нас была поэту юбиляра 2018 года. Сейчас она актуальна получилась, потому что пять лет прошло с того времени, и вот снова можно ее переименовать теперь поэты 2023. На следующий год будет актуально. У нас принцип какой был в акции? Участники записывали аудио чтение стихов поэтов-лауреатов, поэтов-юбиляров. Это были и классики 19 века и 20 века. Аудиозаписи у нас, конечно, сохранились в библиотеке, мы их слушали на мероприятиях, демонстрировали на мероприятиях, но чтобы вот эти результаты именно красиво оформить, мы придумали взять сервис Утопа и на основе шаблона, который называется флеш-карточки, сделать вот такую виртуальную выставку-викторину по этим аудиозаписям. То есть, как это все работает. Смысл нужно определить автора по названию произведения и по самому произведению. Нажимаем на значок вот с таким рупором, звучит аудиозапись, которую мы сделали вместе с читателями, а дальше вы сами себя проверяйте, помните, кто автор этого сихотворения или нет. Если перевернуть карточку, там будет правильный ответ. Делается все это довольно просто, от вас требуются только аудиозаписи и картинки. Загружается в сервис Удопа в виде карточек, ну и, собственно говоря, сохраняется. А ссылочкой вы можете делиться в социальных сетях и в блоге у себя опубликовать и в группе. И так у вас результаты акции останутся с вами навсегда. Мне кажется, что самое значимое во всех этих акциях это то, чтобы результат сохранился. То есть, ну, чтобы все это было не зря, чтобы вот это было зримо и можно было посмотреть, послушать, ностальгировать в том числе. Ну, давайте дальше пойдем. Был у нас еще один проект, я уже о нем упоминала, не проект, акция, естественно, читаем Симонова к 100-летию поэта. Читали мы, собственно говоря, стихи одного автора, поэтому здесь уже мы оформляли результаты нашего чтения уже не в виде викторины, а в виде виртуальной выставки и выбрали мы для этого платформу Padlet. Я думаю, очень вам хорошо знакома, это виртуальная доска, на которой можно размещать разный контент. У нас был YouTube, аудиозаписи на YouTube были размещены, но потом в одну кучку мы их собрали вот в такой виртуальной доске. Вот сразу можно посмотреть, сколько было создано за это время аудиозаписей, здесь у нас участник, его, собственно, чтение в формате видео. Вот таким образом тоже можно создать выставку творческих работ. Не обязательно это мог быть видеозаписи, на Padlet вы можете любой контент размещать, например, у вас конкурс рисунков, рисуем о чем-либо, можно сюда рисунки прикрепить по итогу. И опять-таки ссылку и код мы получаем, мы можем это на сайте и в блоге у себя размещать, а в социальных сетях рекламировать. Почему нет? И опять-таки все остается с нами. Если акция с рекомендациями с читательским, у нас была такая акция, страница истории, она называлась, читатель должен был порекомендовать другому читателю свою любимую историческую книгу. Вот такой был эксперимент. Отзывов получилось не очень много, но мы их попытались красиво оформить. Для этого выбрали сервис Prezi. Это сервис с летающими презентациями. То есть вместо слайдов дается вот такой, в данном случае кружочек, в который вставляется обложка книги и, собственно, аннотация, рекомендация читателя. Ну, а дальше листаете, и все это приближается, удаляется, и все это просматривается. Готовую эту презентацию можно сохранить на сайте, в блоге разместить, в социальных сетях делиться. И сейчас еще появилась возможность эти презентации переводить в видеофайлы. И если это необходимо, то можно даже здесь сделать. По сути, презентация, но в новом интересном формате для привлечения внимания. Акция же это что-то необычное, привлекающее. Ну, вот постарались так сделать. Если у вас есть еще какие-то идеи, то, пожалуйста, в чате пишите, что вы еще использовали, какие еще интересные сервисы для того, чтобы рекламировать свою акцию. А я вам покажу сообщество, может быть, вы даже в нем и участвуете. Называется оно, так и называется, собственно, акции 2022, библиотечные акции. Я вам ссылку на него кину. Это сообщество ВКонтакте. Ну, я думаю, что даже если вы не зарегистрированы ВКонтакте, можно открыть и так посмотреть. Это больше, конечно, сообщество для библиотекарей, а не для читателей. То есть библиотекари здесь делятся своим опытом работы, рассказывают о своих интересных акциях. Ну, вот у меня 20-го года, сейчас оно 2022, скрин остался старенький. Но принцип все тот же остался. Правда, здесь не все акции. Здесь есть и квесты, и викторины. Ну, то есть рекламирую свои мероприятия. Вы свои там прорекламировать, если считаете нужным. Но я больше эту группу использую для поиска интересных идей, открытий. Не значит, что там надо что-то слезать сначала и до конца. Но какие-то интересные действия могут толкнуть на свои интересные идеи. Тогда может получиться какое-то интересное мероприятие. Где еще искать источник вдохновения? собственно, где вы можете даже сами поучаствовать в акции. Я имею в виду и библиотекари, и читатели, если у вас такие есть активисты. Это портал Вики Сибириада, естественно. Я думаю, все о нем наслышаны. Рано я вам ссылочку кинула, еще забыла вам показать, как у нас акции реализуются ВКонтакте. Давайте чуть назад вернемся перед Вики Сибириадой. Покажу, собственно, как эта акция может перекочевать в социальную сеть ВКонтакте и стать сетевой. Ну, например, вот я взяла из этой группы, которую вам показала, две акции. Это были прошлогодние акции, одна и та же дата, 29-е. июня. Обе акции приурочены каким-то датам. Первая акция к дню рождения, со дня рождения Антона де Сент-Экзюпери, вторая к дню подпольщика и партизана. Вот. Ну, вот из этих двух примеров мы видим, что сетевая акция, как правило, она сводится к тому, чтобы читатель создал какой-то информационный продукт. Это может быть фотоколлаж, видеоролик, видеоотзыв, аудиоматериал какой-нибудь, например, литературное чтение наше любимое, допустим, иллюстрация к произведению нарисовать, или ту же самую рецензию написать, отзыв на книгу. Ну, вот практически сетевая акция сводится к тому, что от читателя требуется какая-то активность, как создание какого-то информационного продукта. Далее, он его размещает в сети ВКонтакте или в другой социальной сети, проставляет хэштег у акции обязательно, ну, чаще всего есть какой-то хэштег, для того, чтобы организаторы следили за происходящим, ну, а затем еще иногда просят вступить в группу ВКонтакте библиотечную, чтобы стать участником этой акции, без этого тоже никогда. Ну, а потом между самыми активными разыгрываются призы, подарки, определяются победители в зависимости от того, что предполагается. Вот таким образом здесь строится большинство сетевых акций. Если их так посмотреть, то в основном здесь упор делается на создание фото разнообразных, начиная с фотографии любимой книги и с любимой книгой, так называемой бук-селфи. Да, селфи-бук, бук-селфи. Да, сейчас еще новенькая появилась фотография книжной полки, называется шелфи, от английского слова шелф. Ну, и разнообразные фотографии, например, изобразие себя литературного героя, застегнутые с книгой, много-много таких вещей было. Ну, и создание различных видеороликов, бук-трейлеров, видеочтений, отзывов и тому подобное. В основном сетевые акции, как я посмотрела, ориентируются на фото и видео, потому что это самые ходовые форматы в сети. Ну, а вот в данном они предлагают создать посты, в которых целые статьи получаются, где можно прикреплять фотографии, аудио, видео, то есть такие более насыщенные проекты. И в том числе вот рассказы о своих родных партизанах можно сюда тоже создавать и прикреплять. Вот таким образом реализуются сетевые проекты ВКонтакте. Ну, а дальше, я думаю, вы посмотрите, почитаете, идеи у вас возникнут, и если у вас есть своя группа в социальной сети, можно попробовать какую-нибудь акцию. придумать сетевую. Ну, про Вики-Сибириаду я начала говорить. Это портал, на котором проходят разные активности, адресованные педагогам, библиотекарям и их читателям, и ученикам. Хотя она и называется Вики-Сибириад, это не обязательно только для сибирских педагогов и библиотекарей, собственно, для всех желающих. Там можно зарегистрироваться и принять участие в акции. Если не хотите регистрироваться, можно просто посмотреть на эти акции, посмотреть на идеи, потому что здесь действительно огромное количество очень интересных идей, необычных акций, и может быть, какая-то мысль вам поможет и натолкнет вас на что-то. А я вас немножко развлеку, сейчас закину вам ссылочку на интересную акцию, которая проходит прямо сейчас. До 5 июня в ней можно принять участие, если захотите. Вот, пожалуйста, ссылочка. Кто не хочет заходить по ссылочке, я вам покажу, как эта акция называется. Акция называется «Любимые вкусняшки, героев и сказок». В аннотации к этой акции написано «Вспомним, что любит поесть Иван Царевич, какое меню у Бабы-Яги и кто же на самом деле колобок, булочка или хлеб». Ну, а принять участие могут все желающие, начиная со школьников и заканчивая родителями, библиотекарями и педагогами. Вот, заходите принять участие, это можно сделать, зарегистрировавшись на Сибириаде, подав заявку и, собственно, принять участие. На Сибириаде сетевые проекты выглядят немножко иначе. Здесь в основном создаются коллективные информационные продукты. Если в социальной сети каждый сам за себя, ну, или может команда быть участников, и они с одного аккаунта создают какой-то общий, ну, каждый обычно сам по себе, то вот как раз в сетевая акция здесь все участники создают один общий информационный продукт. В основном большая часть акций вот как раз на создание таких общих каких-то продуктов ориентированных. В данном случае здесь создается коллективный альбом участников акции. Если хотите, я вам на него сейчас ссылочку отправлю. Вы можете посмотреть, как он выглядит изнутри. Сделан он с помощью сервиса Google Slides, Google Презентации. Это как это забыла слово, книга рецептов литературных героев, любимые вкусняшки. Каждый участник акции получает свой слайд. Есть требования к оформлению слайдов, но если вы по ссылке перейдете, посмотрите, как там слайды выглядят, там нужно разместить обложку книги, цитату из книги, которая описывает эту вкусняшку, ну и рецепт приготовления. получается вот такая вот история. У каждого участника свой собственный слайд, свое собственное блюдо, и он может там размещать свои материалы. Вот такая интересная вещь. Сам принцип интересен. Вы можете то же самое организовать, допустим, со своими читателями, создать общую презентацию в том же самом Google и совместно с участниками добавлять слайды. Если вам не нравится Google, можно взять сервис в Дженниале. У него тоже есть возможность совместной работы и тоже есть возможность создания презентаций, причем даже возможностей там больше. Да, по-моему, героев ты выбираешь сам. Только, по-моему, там главное, чтобы не повторялись одни и те же персонажи. Но по положению, насколько я помню, да, героя выбираешь сам, ищешь его вкусняшку и рецепт придумываешь этой вкусняшки. Вот. Там есть, конечно, и традиционные акции. Вот сейчас стартует акция с именем Пушкина, есть и краеведческие акции. Ну, в общем, зайдите на Вики-Сибириаду, посмотрите, там много интересного. Может быть, какую-то идею вы перенесете в свою библиотеку, заходите тоже что-то подобное у себя устроить. А можете сами поиграть, поучаствовать. Давайте пойдем дальше. От акций к более масштабным, еще более масштабным мероприятиям библиотечный марафон. Ну, ключевое слово здесь марафон, естественно. Это тоже комплексное мероприятие, причем мероприятий тоже здесь достаточно много может быть. Отличие от акции, это все-таки длительное время. То есть акция, она все-таки такое более компактное мероприятие, марафон длится неделю, месяц, может быть год. Ну, вот больше года что-то я не встречала, но возможно, почему нет. Если участники не устанут, самое главное вовремя остановиться, что называется, чтобы участники вашего библиомарафона не потеряли к нему интерес. Заранее продумывается количество этапов внутри этого марафона. Сколько у вас будет этапов, какие будут мероприятия на каждом этапе. Хорошо бы, чтобы они были разноформатные, то есть не обязательно на каждом этапе мы будем слушать презентацию. Нет, на одном этапе мы поиграем, на другом послушаем, на третьем сами где-нибудь поучаствуем, что-нибудь создадим. Ну, и опять-таки подведение итогов. Хорошо бы эти итоги как-то представить. Вот марафон закончился, и что на этом? Что-то создали интересное, там, не знаю, может быть, какой-то совместный продукт придумали, какую-нибудь идею интересную реализовали, то есть это тоже важная составляющая. Ну, давайте смотреть. Опять-таки начну со своего опыта, проще так, а потом посмотрим, что еще можно придумать. Был у нас такой литературный марафон прикосновения к подвигу, 4 месяца он продолжался, продолжительность с января по апрель, ну, и подведение итогов, хотя по названию это было к 9 мая приурочено, это было к 70-летию со дня победы 2015 год. Принцип какой был? Здесь были разноформатные мероприятия, здесь мы проводили познавательные презентации по страницам книг о войне, там была и блокадная книга, и наши краеведческие книги, Брестская крепость, книги Васильева, много-много всего было. Дальше, проводили познавательные викторины по истории Великой Отечественной войны, и с общим материалом, и с краеведческим материалом, особо, естественно, выставки были оформлены, уже не буду об этом говорить, это как бы само собой разумеющиеся, и основа, особо активных, всегда же есть такие активные участники, актив, вот с ними мы пробовали с этой выставки записывать, делать аудиозаписи стихов о Великой Отечественной войне, у нас тогда появился микрофон, и мы пробовали себя в роли аудиостудии, а вот с особо талантливыми, которые очень-очень хотел поучаствовать, были такие, мы даже записали видеочтение с видеокамерой, это были видеочтения по страницам книги Алексина «Сигнальщики и гарнисты», но мы не всю прочитали книжку, мы выбрали несколько эпизодов ключевых, их озвучили, ну, получилась такая связанная история, ну, сокращенный вариант, что называется. Итоги, как мы представили, это сейчас выложено все в сети интернет, на YouTube-канале, и представляет собой плейлист на YouTube, поскольку меры были разноформатные, и в большом количестве это все было создано, поэтому вот оптимально, я посчитала, что на YouTube это можно сделать, ну, вот примерно так это выглядит, если вы по ссылке пойдете, там 140 с лишним записей получилось. Вот. Качество разное у записей, поэтому особо строго не судите, мы только начинали работать с аудио, с видео, поэтому не все у нас получилось в плане техники, но вот, а в плане содержания получилось вообще здорово, всем очень понравилось, и нам, как организаторам, и участникам, и им так понравилось выступать в роли артистов, что мы потом эту традицию аудиозаписи продолжили, и уже этот марафон, он получил свое продолжение уже немножко в другом виде, это, наверное, самое главное. То есть, по сути, здесь сложилось с одной стороны и оффлайн, то, что мы в реальности проводили, и онлайн, то, что мы потом транслировали в интернете. Если говорить о марафонах, которые существуют только в сети интернет, то они тоже бывают разные. Ну, вот, например, очень похоже на то, что делали мы, проходит сейчас, может быть, вы даже тоже принимаете в этом участие, совсем скоро он закончится. Это накануне Библионочи проходит до 20 мая, еще есть время, можно поучаствовать, если хотите. Онлайн-марафон «Карусель народных сказок». Здесь нужно сделать видеозапись сказки, чтение сказки, которая бытует на территории вашего региона, ну, коренные жители какие-нибудь, например, вашего края. У нас, вот, например, поморы. И мы читали, вернее, не мы, но сотрудники нашей библиотеки читали поморские сказки Терского берега. Записать видеоролик, разместить его, конечно же, в сети интернет, добавить хэштег, и по итогу лучшие участники будут награждены подарками, призами до 28 мая этого года. До 20-го можно подать заявку и поучаствовать. Если хотите, ссылочку на сам этот марафон я отправила. Этот организатор у нас этого марафона российская государственная детская библиотека, поэтому и сказки читаем. Дополнительно можно чтение сказок сопровождать театрализацией и разными региональными, что называется, региональный компонент туда добавить. Любой желающий может поучаствовать, не обязательно это будут библиотекари, это могут быть обычные читатели. Если у вас есть такие активные ребята, то можно их порекомендовать. Но еще есть время, можно несколько дней еще в запасе, можно попробоваться. То есть, по сути, получается, что марафон от акции отличается только продолжительностью, потому что в акциях, как мы поняли, тоже там что-то создают, какие-то продукты, аудио, видео, чтение. То есть, вот в данном случае, когда это все становится сетевым, получается, что это примерно очень похожие вещи, просто марафон длится подольше, а акция все-таки покороче. Что еще можно? Из опыта обычных, небольших библиотек, которые тоже могут много, вы выходите в сетевую площадь, вы выходите в контакт, в другие социальные сети, получаете возможность организовать, даже маленькая библиотека, может сделать многое. Ну вот, пожалуйста, это у нас библиотека, пример просто, он не сказать, что суперсвежий, это 20-го года, но здесь даже не это главное. Главное, это библиотека город Валуйки, Белгородская область, то есть, я так понимаю, это не очень большая библиотека, центральная детская библиотека, книжный марафон, межрегиональный, то есть, благодаря сети ВКонтакте вы можете охватить не только читателей своих библиотек, но и библиотек других регионов могут принять участие в вашем марафоне, у вас география расширится, и больше людей узнают о вашей библиотеке, вы получите более интересные мероприятия, надеюсь, более интересный этот марафон станет. Там более 200 человек приняло участие в этом марафоне. Суть была какая, тематика смеяться разрешается. Здесь мне понравилось, зацепило то, что марафон этот ориентирован на продвижение художественной литературы юмористической для детей, детских писателей. Очень мало об этом говорят, я вот нигде раньше не встречала. Обычно все какие-то серьезные марафоны, да, про войну, там какая-то серьезная литература продвигается, а вот именно марафоны по юмористическим произведениям не так часто попадаются. Вот пример такого марафона. Принцип участникам нужно было естественно прочитать книги какие-то, которые отвечают этой теме, сделать фотоколлаж по книге или видеообзор на любимую юмористическую книгу. Но опять-таки разместить в социальной сети хэштег сделать и участники потом награждаются, поощряются и так далее. Вот таким образом можно проводить сетевые марафоны и расширять границы среди участников. А вообще-то если вернуться и вспомнить, что ключевое слово здесь марафон, то я думаю, что вот эти сетевые марафоны они очень часто проходят среди читателей книголюбов, не обязательно библиотек. Принцип марафона какой? Нужно больше, выше, сильнее, то есть нужно больше прочитать книг. Ну, марафон. Поэтому вот кроме того, что можно что-то создавать, какие-то информационные продукты, можно еще устроить марафоны по максимальному чтению книг. Сейчас лето, летние списки чтения, и поэтому можно устроить летний читательский марафон. То есть вы можете предложить список чтения для участников, сами участники могут сформировать этот свой список чтения, если они захотят и поучаствовать. Это все остается на ваше усмотрение, как вы придумаете. Ну, вот пример. Летний читательский марафон для детей. Нужно было прочитать книги из предложенного списка. Списки были по возрастам, то есть там дети разных возрастов, у них разные были книги. Написать отзыв на одну книгу или снять видео по этой книге, выполнить задания по прочитанным книгам, то есть отзыв видео, прочитать максимальное количество книг, выполнить по ним задание, потом, если задание выполнено правильно, вы получаете ключевое слово, отослать ключевое слово организаторам и получить свой заслуженный приз. Вот такая технология у этого летнего чтения была. Сама идея, сама задумка довольно интересная. Этот марафон я нашла опять-таки в группе, о которой я вам говорила выше, там, где про акции, вот там попадаются еще и книжные марафоны, тоже можно посмотреть, как это работает. И мне кажется, идея довольно интересная, ее может реализовать любая библиотека. Вы можете попросить читателей самих придумывать себе списки для чтения и самим читать, а потом там рецензии писать, презентации делать, коллажи, себя фото фотографировать с книгой, как они посчитают необходимо. Вот. Еще мне понравилась вот эта вот вещь, тоже случайно все находится, как всегда в интернете. Ищешь одно, находишь другое, а это другое получается намного интереснее, чем то, что искал. Вот. Ссылочку я вам отправила. Это вот совсем не так давнишнее мероприятие 21 года с 10 сентября по 10 октября проходило. Марафон книжной игры. Библиотеки Ростова как раз взяли за основу ключевое слово марафон. И они переложили вот это вот чтение книг на спортивный лад. И связали это с олимпийскими играми. Ну, это не обязательно связывает с играми, мне кажется, можно и просто. Мне понравились сами номинации, в которых проходят здесь соревнования внутри этого книжного марафона. То есть здесь принцип собирать книжные рекомендации читателей. Они делятся своими литературными предпочтениями, максимально прочитали книги, максимально поделились своими впечатлениями. Ну, а потом по каждой номинации выявляются активные участники. вот смотрите, какие там были дисциплины в этом марафоне. Они взяли спортивную составляющую и очень, на мой взгляд, подошли креативно к созданию номинаций. Метание рецензий. То есть, ну, из названия понятно, что нужно составлять авторские рецензии на понравившиеся книги. Дальше. Чтение в тяжелом весе. Это, если ты читаешь книги, более 600 страниц. Допустим, там Улиса Джеймса Джойса кто-нибудь осирил или там Стивена Кинга огромного прочитал. Вот это для таких гурманов. Дальше. Забег по новинкам. Это дистанция для тех, кто в курсе всего новенького. То есть, вы рецензируете, пишете отзывы только по самым-самым новейшим произведениям. Димнастика для ума. Ну, это для любителей интеллектуальной прозы. Синхронное чтение. Это для тех, кто любит читать сразу несколько книг одновременно. То есть, вот о своем опыте про чтение несколько одновременно книг можно рассказать. Чтение с препятствиями. Это интересная читательская практика, когда вы читаете книгу, потом ее откладываете, потом ее мучаете, мучаете, никак не можете дочитать, а потом оказывается, что она замечательная и вы не пожалели ни разу, что ее все-таки дочитали. Вот это называется чтение с препятствиями. То есть, рассказать о таких книгах и о своем опыте. Ну и последнее, жанровый триатлон. Это когда вы читаете книгу, в котором все на свете в одной книге. И психологическая проза, и романтика, и детектив, и мистика, и фантастика, и все что угодно. Вот такой вариант. То есть, участники здесь читали книги, опять-таки, записывались в группу, публиковали посты, рецензии, все проводилось в социальной сети, они хэштег оставляли, заполняли анкету участника, чтобы не потерять всех участников. Организаторы так придумали. Ну, а дальше среди них подводились, среди этих работ подводились итоги и награждались победители. Самый интересный подход, мне понравился, креативность. Вот такие вот книжные игры, довольно интересная вещь. Может быть, вам тоже понравится, и вы что-то захотите такое же повторить, похоже. Если вы администратор в социальной сети ВКонтакте, если вы не располагаете какими-то большими ресурсами, но вот идея марафона вас привлекает, то можно сделать совсем малюсенькие марафончики. Я вам расскажу о своем опыте в социальной сети ВКонтакте, группа, которую я администрирую, краеведческая группа Мурманика, она называется. Я провела два маленьких марафона в прошлом году и в этом году о них расскажу с разной степенью успешностью, сразу скажу, что может быть там какими-то грандиозными результатами я не похвастаюсь, но участникам понравилось, а это самое главное. Первый библиомарафон назывался Диктант Победы. Он проводился накануне как раз Диктанта Победы 29 апреля. Это была как подготовка к этому мероприятию. 20 вопросов было, собственно, библиомарафон в чем заключался? Нужно было ответить на 20 вопросов, посвященных Великой Отечественной войне. Часть была посвященная всей истории и часть краеведческая, связанная только с Мурманской областью. В чем этот марафон заключался? Каждый день ровно в 12 часов в группе публиковался очередной вопрос. В комментариях к нему нужно было написать ответ. Участники, которые быстрее ответят на эти вопросы и правильнее и на все вопросы, смогут дать правильные ответы, они потом становились победителями. Ну и в последнем посте 29 апреля, как раз в день диктанта победы, мы подвели итоги и это был первый, поэтому у нас было соревнование энтузиастов. То есть мы подарки не раздавали, но мы их просто поздравили и поблагодарили за участие. Назвали имена победителей. Вот таким образом это проходило. Довольно много мы получили комментариев, очень много ответов, были участники, которые ответили на каждый вопрос, ни один не пропустили. Здесь еще подсказочка, чтобы не пропускали вопросы, но вдруг не сначала участвовать, а середины, чтобы они в группе не потерялись. Мы еще писали хэштег в самом верху перед каждым вопросом, чтобы можно было вернуться на первые и на них тоже ответить. Таким образом проходил марафон. То есть задача была популяризация знаний, в том числе краеведческих, ну и соревновательный момент немножко здесь присутствовал, плюс каждый взрослый внутри немножко ребенок и хочет посоревноваться, проверить свои знания. Мы предоставили такую возможность, это с одной стороны дало нам новых читателей в группу и повысило ее активность, это тоже большой плюс, кроме того, что мы немножко тему Великой Отечественной войны вот так представили. Второй марафон закончился совсем недавно, это был апрельский в этом году марафон, здесь у нас задача стояла немножко другая, принцип тот же самый, было 15 вопросов, каждый день опять в 12 часов появлялся вопрос, нужно было на него ответить. Но мы теперь продвигали свой корпоративный ресурс, называется он Кольский Север, это полнотекстовая библиотека, где оцифрованы книги мурманских авторов, заполярных авторов, их можно открывать, читать, то есть это совершенно свободное чтение, очень хороший ресурс, мы его очень любим, но, к сожалению, о нем мало кто знает, и вот для продвижения ресурса мы придумали вот такую викторину, библиомарафон, которая в итоге получилась, опять по одному вопросу в день, но здесь был вопрос, к нему нужно было дать ответ, и мы давали подсказку, мы прикрепляли ссылку на эту книгу, которая у нас в электронной библиотеке представлена, то есть вот у нас здесь вопрос дан, а дальше мы пишем ответ, ищите в книге такой-то из электронной коллекции Кольский Север, и ссылочка. С одной стороны, мы рассказали, что есть такая электронная коллекция, с другой стороны, мы показали ссылку, путь, где можно искать этот ответ на вопрос, мы надеялись на то, что участник зайдет, откроет книгу, увидит, какая она замечательная, и потом, заинтересовавшись этой библиотекой, будет ей пользоваться. Ну, хотелось бы верить, что у нас это получилось. Тоже не сказать, что у нас супер, прямо супердвиж начался, но было довольно, достаточное количество участников, они действительно отвечали, какой-то азарт появился у некоторых, и вот постоянные три участника, которые не пропустили ни одного вопроса, и правильно на все ответили, они получили призы. Теперь мы уже призы рассылали. Получилось так, у нас один участник выиграл из Мурманска, второй из Мурманской области, а третий из Красноярского края. Вот, оказывается, в Красноярском крае тоже понравилась наша идея, и по отзыву этого участника ей было очень интересно участвовать в этом, ну, чему мы и рады, собственно. Вот такой пример, можно продвигать электронные ресурсы, и опять-таки раскручивать свою группу, получать какую-то активность в группе, это тоже большой плюс. Вот такими идеями делюсь, если вам нравится, пожалуйста, вы можете подобные библиомарафоны, вдруг вам, если нравится, попробуйте, как получится у вас. Тоже интересно. Осталось у нас не так много времени, у нас еще на повестке дня две формы работы, творческие фестивали, давайте про них поговорим. Чем они принципиально отличаются от акций библиомарафонов? Творческий фестиваль, это прежде всего фестиваль, как раз направленный на творчество, то есть здесь будут номинации какие-то более творческие, которые демонстрируют достижения участников, то есть не просто сфотографировать, хотя можно, конечно, художественные фотографии создавать, но здесь, например, можно какие-то изобразительные представлять номинации, может быть, литературное творчество, сюда там стихи, эссе, рассказы, так далее, опять-таки, видео, может быть, снимать, то есть прежде всего это развитие творческих способностей участников, с одной стороны, с другой стороны, хорошо бы еще книги, чтобы с этим как-то были связаны, обычно в творческом фестивале несколько номинаций, чтобы охватить максимальное количество участников разных возрастов, разных возможностей, соревновательность я написала «возможно», потому что это все-таки фестиваль, это все-таки не конкурс, не конкурсная программа, а вот именно как концерты фестиваля, то есть каждая команда, там каждый исполнитель выходит на сцену, показывает свои возможности, его никак не оценивают, только по итогу фестиваля награждают самых активных, самых талантливых, жюри, может быть, выявляет какие-то особые достижения, вот таким образом это работает. Ну, опять-таки, начну из своей практики, был у нас творческий фестиваль «Мурманфест», «Мурманскфест», мы его назвали к 100-летию нашего города «Мурманска», вот такая была афишка, завлекательная, мы надеялись, для молодежи, которых вы привлекали к тому, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Афишка создана с помощью сервиса «Бабл Ас», это сервис для создания ментальных карт. Ну, внизу подписано. Мы несколько номинаций им предложили, четыре, вот они синенькие им выделены, мы предложили рисовать комиксы, писать эссе, озвучивать, ну, мы творческие способности артистические, здесь имели в виду микрофон и видеокамера. Опять-таки, мы записывали аудио, снимали видео и делали эти презентации. Может быть, это не совсем творческий конкурс, но мы оценивали с точки зрения творчества, как, с точки зрения дизайна, я бы даже сказала, эти презентации. разноплановый получился, мы попытались все охватить, что мы только могли на тот случай, в итоге, по результатам у нас появилась небольшая галерея презентаций, появилось несколько работ интересных эссе, эссе мы потом смогли самые лучшие опубликовать с помощью наших партнеров, и они вошли в сборник культурологический Мурманской области, это был большой плюс для, ну, как стартовая площадка, там, может быть, будущие писатели появятся, вот, ну, а из комиксов мы сделали небольшую галерею, ну, вот такие получались комиксы, комиксы у нас очень простая была тематика, про ту же фразу, ты настоящий мурманчанин, если, ну, наверняка у вас в городе тоже такое есть, ты настоящий петербуржец, если, и так далее, вот, и они рисовали комиксы на эту тематику, все, что связано с мурманском, с мурманчанами какие-то стереотипы о Мурманске, про белых медведей, про город Колу и так далее, вот, пример, причем мы предлагали себе не только рисовать, вот, то, что нарисовано, это с правой стороны, а мы предлагали сервисы для создания комиксов, ну, вот, был такой хороший сендер, что он, к сожалению, закрылся, сервис закрылся, а комиксы остались, вот, с левой стороны как раз в сервисе нарисован комикс, то есть, можешь рисовать, рисуй, не можешь рисовать, можешь в онлайн-сервисе это сделать. Получилось тоже довольно интересно, необычно и креативно. Нам понравилось и читателям понравилось. Ну, и у нас все было связано с темой мурманска, мы предлагали книги о мурманске, естественно, для поддержки фестиваля, и все, что вот связано с этой тематикой кровеческую литературу предоставляли. Вот. Если мы перенесем фестиваль в сетевую среду, что можно сделать в сети? Вот тут, конечно, фестиваль совершенно безболезненно может трансформироваться в сеть. Все те же номинации можно совершенно спокойно оставить и все это проводить в сетевых сообществах, ну, например, в группе ВКонтакте. Вот вам примерчик, пожалуйста, тоже он не самый свежий, но он не потерял своей актуальности. Это был молодежный фестиваль книги и чтения, который проводила библиотека Тентрикова. Библиотечный юношеский центр имени Тентрикова, это Вологда. Они очень интересно придумали себе название «Клюква. Молодежный фестиваль книги и чтения». Эта клюква расшифровывалась еще соответствующим образом. А номинации были здесь такие. Книга версия 2.0 это конкурс рецензий. Ну, по сути, у нас было эссе здесь рецензии на современные произведения 21 века. «Бук-лук» это фотоконкурс. Но там нужно было творчески подойти, не просто себя сфотографировать в селфи, а себя сфотографировать в образе литературного персонажа. То есть нужно было драматические способности приложить и костюмерские способности. Дальше. «История города Н». Это литературная номинация для любителей писать, для будущих писателей. Здесь нужно было сочинять реальные или выдуманные истории о своем городе или населенном пункте. «Библиотечная находка». А вот это была номинация специально для библиотекарей, поскольку это был межрегиональный конкурс. Это был конкурс библиотечных проектов, посвященный Году литературы. Интересная идея, интересные номинации. Они до сих пор, вот эти номинации, гуляют во многих фестивалях. Можно взять на вооружение и что-то подобное тоже себя придумать. Вот как раз фестиваль совершенно спокойно вписывается в любой формат. Вы можете проводить его и онлайн, и оффлайн. И так, и так будет здорово. Ну и самая сложная, на мой взгляд, форма – это библиотечный проект. Это вот самое грандиозное, самое такое, что-то большое, масштабное. Принципиально, чем оно отличается от всех остальных, это форма тем, что здесь библиотечный проект нацелен на решение какой-то проблемы. То есть вы видите в библиотечном обслуживании, в доступе к информации какую-то проблему, и благодаря своему проекту эту проблему решаете. В результате возникают какие-то новые услуги, может быть, в библиотеке, новые структуры для читателей, новые информационные продукты, которые будут востребованы читателям. Появляются какие-то новые возможности. Ну, то есть в итоге проблема решается, естественно, и появляется что-то новое на основе этого проекта. Проект, он временный, то есть он не может действовать постоянно и долго, как правило, он там в рамках года укладывается в эти рамки. То есть начало проекта, когда у нас проблема, и как только она будет решена, проект на этом заканчивается. Тут очень важно найти эту проблему. Когда мы писали свои проекты, там было самое сложное увидеть эту проблему, суметь ее структурировать для себя, понять, как ее решить, а потом под эту проблему уже подстроить и цели, и задачи. Цель – это что-то общее, то есть решить проблему – это, по сути, будет цель. И решить проблему – и создать что-то для ее решения. А вот задачи – это список таких маленьких шажков, из которых будет решаться эта цель. То есть у нас цель – создать, допустим, какой-то информационный продукт, а вот задачи будут первые, допустим, сделать аудиозапись, второе – организовать такое-то мероприятие, третье – и вот много-много шажков, которые в конечном итоге достигают цели и решают эту задачу, решают эту самую главную нашу цель. Ну и в идеале проект будет хорош, абсолютно идеален, если он на этом не… вернее, он закончился, конечно же, но то, что вы создали, оно будет продолжать жить. То есть это не исчезнет тут же, как только проект завершился. То есть у него будет перспектива развития. А еще здорово, если этот опыт может транслировать в другие библиотеки. И любая библиотека, взяв на основу ваш проект, может сделать то же самое для себя. Вот тогда проект будет идеален. Вот такие требования к проекту. Ну давайте посмотрим. Я немножко о своем проекте расскажу, о нашем проекте, в котором я принимала участие. Проект «Знай наших». Я вам могу ссылочку дать. Краевический проект, конечно, но если кому-то интересно, вдруг кто-то захочет посмотреть, вернее, здесь послушать, потому что это видеозапись со звуком. Вот об этом проекте. Мы нашли такую проблему. Я думаю, что она характерна не только для Мурманской области, а аудиокниги. Они довольно востребованы. Ну, по крайней мере, вот я знаю, что в библиотеке востребованы аудиокниги. И не хватает книг по страницам региональных авторов. То есть, в частности, по книгам мурманских авторов нет ни одной аудиокниги. А, собственно, такая потребность есть. Особенно, если у вас читатели со специальными потребностями, которые не могут читать, а им предпочитают слушать в звуковом формате. И мы решили, что эту проблему можно попробовать решить хотя бы минимальным усилием. И мы придумали создать электронный ресурс, аудиокнигу. Правда, писателей в Заполярье много. Мы выбрали четырех, они из одной семьи. Так получилось, что в Мурманске есть литературная династия писателей. И вот по четырем этим писателям, по книгам, мы отбирали книги, адаптировали их, потому что целиком книгу мы не смогли бы осилить, прочитать. Мы выбирали интересные моменты, интересные эпизоды и озвучивали вместе с читателями. Это был совместный проект библиотеки и читателей. Поскольку у нас к тому времени уже появился актив, и мы уже к тому времени освоили аудиозаписи и аудиостудию, и мы смогли уже самостоятельно даже создать аудиокнигу. Если вам интересно, что у нас получилось, эта аудиокнига сейчас как раз вот в этой электронной библиотеке «Кольский север», которую я вам рекламировала, она там присутствует в электронном виде. Ну вот ссылочка. Там, правда, эта книга по разным разделам. Там, к каждому автору прикреплены его файлы, но смысл вот такой. Вот такая обложечка у нас получилась в итоге. Это был диск, CD-диск, который мы поместили аудиозаписи, но потом они появились еще и в интернет-среде. В итоге довольно, мне кажется, перспективный оказался проект, потому что аудиозаписи, они вызывали, крайне мере, у наших читателей интерес. Очень много было участников у нас разных возрастов. От самых маленьких они учились в третьем классе до уже таких возрастных читателей, до 80 лет. То есть любые голоса любого возраста здесь принимали участие. У кого-то лучше получилось, у кого-то, может быть, не так артистично, но мы благодарны всем нашим читателям, которые в этом поучаствовали. И что касается финансовых затрат, вот благодаря спонсору мы смогли это издать в виде CD-диска. А так, если это делать сетевым проектом, сейчас даже таких финансовых затрат не нужно. Вы можете аудиокнигу представить сразу в сети интернет. Используя современные технологии, это можно решить быстро. И разместить в социальных сетях, в том числе, и таким образом прорекламировать свой продукт. Вот такой совместный проект у нас получился. С авторами мы были лично знакомы, и мы получили согласие без проблем на озвучку. Обычно, когда автору предлагаешь, ну это наши местные авторы, они живут вот здесь в соседнем доме и дружат с библиотекой. Обычно ни один автор нам ни разу не отказал с озвучкой. Да, по-хорошему, да, хорошо бы спросить согласие. Есть такие авторы, может быть, которые не захотят, очень трепетно относятся к своему творчеству, но нам ни один не отказал. У некоторых это даже понравилась эта идея. У нас, например, свои произведения читает один из авторов в этом сборнике. То есть сам автор пришел и сам свои озвучил произведения. Но не все, конечно, но некоторые. И они тоже сюда вошли. Вот. Если мы будем проект переносить в сетевую среду и делать какой-то сетевой проект, то, собственно говоря, все то же самое остается. Какая-то проблема, пути ее решения. Но сетевой проект, это опять-таки проект совместный. Он, прежде всего, направлен на совместную деятельность. У него тоже есть временные ограничения целей и задачи. Только теперь мы этих целей и задач будем добиваться не какими-то мероприятиями, выставками, аудиозаписями, а создавать продукты с помощью сервисов Web 2.0. И таким образом можно сетевые проекты реализовывать. Я парочку покажу. Они довольно известные. Может быть, вы о них слышали или, может быть, даже участвовали. Очень хороший проект. Я в обоих этих проектах участвовала в качестве жюри. Первый проект назывался «Литературный герой в социальных сетях». Сама идея лежала просто на поверхности. От участников требовалось выбрать любимую книгу, любимого героя этой книги и создать от его лица страничку в социальных сетях. Ну вот, пожалуйста, Джон Сильвер. Создаем его страничку в социальной сети от его лица. Ну а дальше, что публиковалось на этой страничке? Проект состоял из нескольких этапов. На первом этапе мы рассказывали участникам, это была команда, педагог и ученики или библиотекарь и читатели. Ну, то есть один взрослый и несколько детей. Или несколько взрослых, несколько детей. Ну, обычно так группировались они. Один взрослый, вокруг него дети. И мы проводили обучающие семинары, вебинары для участников. Может быть, библиотекарь сам слушал, потом рассказывал. А может быть, они все вместе слушали эти вебинары. Мы рассказывали о онлайн-сервисах, которые позволяют создавать разный контент. От участников требовалось создать разные цифровые ресурсы. Проект был довольно долгий, несколько месяцев. И за это время они должны были создать интерактивный плакат, виртуальную экскурсию, QR-код, инфографику, аудио записать, видео сделать, анимацию. Не обязательно прям было 100% все, но так все вошли в азарт, что, по-моему, практически все участники 100% справились. Плюс они от себя еще что-то добавляли. То есть цитаты, картинки, облака слов, аватарки разные и так далее. И они все это созданное опубликовали на страничке. Естественно, все это должно быть связано с литературным персонажем. Я вам кинула ссылку на Джона Сильвера, это был один из победителей. Там можно посмотреть, что создали, если полистать внутрь странички. Там и анимация есть чудесная, мультик про Джона Сильвера, интересный. И облако слов у них есть, и цитаты из книги. Вот таким образом оформлялась страничка. Естественно, это все сопровозалось опять хэштегами. Была анкета организаторов, куда посылали эти работы. Ну, а потом уже жюри отсматривала, выбирала победителей, которые наиболее креативно и наиболее интересно подошли к выполнению заданий. Вот. Таким образом это работает. Потому что вот эта вот идея про литературные странички героев, это вообще, по-моему, очень золотая идея. В сетевых проектах можно это попробовать. Жаль, что он не получил продолжение проекта, к сожалению, может быть, можно было бы запустить его еще раз. Я думаю, идея не устарела. Появилось много новых интересных сервисов. И можно предложить детям поучаствовать и попробовать себя вот в их освоении. Тут решалось сразу две задачи. С одной стороны, знакомство с книгой, продвижение книг, а с другой стороны, еще и знакомство детей с информационными технологиями, показ им всех возможностей, чтобы они... Ну и опять-таки, совместная деятельность тоже объединяет. Это тоже немаловажная штука. Второй проект, он проходил на портале Вики Сибириада. Вот от него, кстати, сохранилась страничка. Вот если про про литературных героев, к сожалению, страницу стерли, очень жаль, там было и положение, можно было подробнее об этом узнать. То вот здесь страничка сохранилась. Это проект через год был. Тоже 2015. Значит, получается, в этом же году, только чуть попозже. Книжный шкаф поколения Next. Идея была точно такая же. Только теперь здесь создавали не страничку в сети, а создавали читательский дневник. Но не простой, а интерактивный. Выглядел он как интерактивный плакат. Ну вот пример. Это один из победителей. Сейчас я на этот плакат дам ссылку. Но, естественно, поскольку это было давно, там не все ссылки рабочие. Я, честно, пыталась найти плакат с максимальным количеством рабочих ссылок. Вот этот мне показался подходящим. Ну, сам принцип. Обложка книги или плакат какой-то, связанный с этой книгой. Ну, здесь вот в частности, например, вот такая красивая подложка с фотографией, сделанная в каком-то из сервисов, вероятно. Ну, а далее вот такие интерактивные метки поверх нанесены. На каждой метке какое-то содержимое. Буктрейлер, цитата. Причем часть контента участники делали сами. И поощрялось максимально, чтобы сделали не сами. То есть буктрейлер сняли сами. Допустим, там, ленту времени сами создали, виртуальную экскурсию и так далее. Тоже проводились обучающие вебинары по созданию. Я, например, отвечала за создание презентаций и видеороликов. Вот, получили инфографику, делать презентации, облака слов. В общем, много-много чего рассказывали. А участники потом реализовали все эти знания вот в таком виде. Получался интерактивно-читательский дневник. Об одной книге много разных информационных ресурсов. Плюс можно было подключать еще другие веб-ресурсы. Там, например, есть ссылки на полнотекстовые базы данных на библиотеке, на электронные, на странички в Википедии и так далее. То есть все об одной книге. Получался такой вот электронный читательский дневник. Тоже хорошая идея, хороший проект. Это было реализовано на платформе ThinkLink. Но поскольку этот сервис стал уже платный, то можно переключиться на сервис Удоба, например, или на сервис Дженни, или тот же самый. И попробовать идея с читательским дневником тоже очень хороша. Мне она, по крайней мере, очень импонирует. Еще один пример сетевого проекта. Это очень необычный проект, который и онлайн, и офлайн. Хотя вот сетевой. Это я тоже нашла в сети ВКонтакте. Не так много сетевых проектов, кстати. Ну, поскольку это, видимо, очень сложная работа, поэтому много не найдем. Назывался он «Олимпийские окна». Это было приурочено к Олимпиаде 2014 год. Но саму идею вам расскажу. Может быть, это вас натолкнет на что-то другое. Ивановская библиотека для детей и юношества предложила этот проект. Как это все работало. Это как своеобразная эстафета была. Нужно было найти книгу, в которой упоминается определенный вид спорта. Или спортсмены, или история олимпийских игр. Ну, в общем, все, что связано со спортом и с играми. И написать об этой книге. Рецензию отправить. Отправить ее организаторам посредством разных средств связи. Либо у себя на странице запостить, либо организаторам отправить. В ответ участники получали от организаторов букву русского алфавита. Одну буковку. И нужно было на эту букву придумать слова, связанных с темой Олимпиады и со спортом связанной. И к этим буковкам придумать определение. Дают вам букву Ф, например. И вы там придумываете фигурное катание, например. И рассказываете что-то интересненькое про этот вид спорта. Ну, вот таким образом. И опять это все посылаете организаторам. В итоге, по итогу этой акции получились вот такие окна Олимпийских. В которых разместили Олимпийскую азбуку. То есть вот каждый участник рассказал там про какой-то вид спорта. И они вот красивенько это так оформили и выставили в своих окнах. И вот все это было приурочено к Олимпийским играм. Необычная идея, необычная реализация, где онлайн совместился с оффлайном. И можно как-то на свою адаптировать это. Тоже какие-нибудь придумать азбуки, окна. И вот так взаимодействовать с пользователями тоже, наверное, возможно. Вот мне подскажут, что Синклинг все еще возможно создать бесплатно. Просто я тут ткнулась в этот сервис. Он мне запретил вообще что-то создавать. Сказала платите денежку. Поэтому я обиделась и ушла. Но раз можно, то, наверное, заведу еще один аккаунт, попробую. Может, по количеству работ там какие-то ограничения. Ну, в общем, я Синклингом сейчас пользуюсь по минимуму. Стараюсь больше на Джене или переключиться. Ну, вот такая олимпийская азбука. Это, наверное, для детских библиотек хорошо сработает. Не обязательно это должно быть к Олимпийским играм. Можно к чему-нибудь другому придумать. Да. О, создавали. Ну, значит, все работает. Значит, я зря волновалась. И расскажу вам напоследок о совсем маленьком проекте, который я сама себе придумала. Это локальный проект. Опять сети ВКонтакте в своей любимой группе реализую. Ссылочку отправлю. Это проект такой совсем маленький. Проблема здесь какая решается? О том, что в Бурманской области вообще мало видеофильмов, посвященных нашим знаменитым землякам. Ну, не снимают про них ни видео, ни какие-то другие материалы. Очень сложно найти в сети. Вот информации очень мало. А земляки в Мурманской области достаточно известные люди для нас и значимые для области. Ну, в общем, возникла у меня идея создать цикл видеофильмов об известных земляках Мурманской области. Назвала я это «Золотая летопись» в Мурманской области. Создавались видеофильмы с помощью сервиса Movavi. Ну, это не сервис, программа для монтирования видео. Собирались материалы, газетные публикации, видео, аудио, архивные. Обращалась в разные организации за поисками материалов. То есть в разных направлениях шла работа. И в итоге получились вот такие видеофильмы в рамках 10 минут примерно. Каждый месяц создается по одному видеофильму, посвященному известным землякам. Ну, вот по количеству просмотров видно, что они все-таки пользуются популярностью, их просматривают. И, возможно, если это понравится нашим читателям, и если открик появится, то мы продолжим этот проект на следующий год тоже. То есть, по сути, пока 12 таких видеофильмов хотим создать. Что получится? Надеемся, что интересный получается проект. Продвигаем знания о крае таким образом в интересном, надеюсь, виде для читателей. На этом небольшой свой рассказ я заканчиваю. Надеюсь, информация была вам полезной. Может быть, какие-то идеи у вас возникли. Вы захотите что-то реализовать, было бы здорово. Вот у нас уже пошли первые отзывы. Фестиваль детской книги. Ты и я с книгой «Лучшие друзья», где проводятся разные конкурсы. Спасибо большое за ссылку. Сейчас попробую ее себе сохранить на всякий случай, чтобы не пропустить. Спасибо большое, что поделились. Спасибо вам за ОЦВ. Все ссылки, которые я в чате публиковала, они все внутри презентации вмонтированы. Вы можете, если скачать презентацию, все они будут с вами. Спасибо за добрые слова. Если еще есть какие-то вопросы, нет, в папке с вопросами пусто, значит, вопросов нет. Спасибо большое и до новой встречи. Увидимся уже в конце мая. У нас будет вебинар, посвященный сервису YouTube. Я его, конечно, запланировала год назад, а в связи с таким подвешенным состоянием этого сервиса, но что делать? Он еще работает, и поэтому имеет смысл о нем рассказывать. Параллельно к сервису YouTube я расскажу еще о некоторых сервисах, которые станут его альтернативой на всякий случай. Запасной аэродром, скажем так. Так, ЛК-видео, все верно. И о нем тоже. Еще есть пять альтернативных возможностей, и о них тоже немножко расскажу и покажу. Спасибо большое за внимание. Все мои контакты на последнем слайде. Приглашаю в группу ВКонтакте и в канал Телеграм, если вы еще не подписаны. Вступайте, мне будет очень приятно. И буду знать, что я работаю не зря. Спасибо большое за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!